Первое слово, как обычно мы предоставляем игроку, и слушаем вашу оценку сегодняшней игры. За счет чего удалось переломить ход встречи, и чем химик взял, и за счет чего вернул свои преимущества? За счет борьбы на счетах, наверное, мы проиграли щит и не попали в свои братья немного там, ну и со Смитом немножко не справились, он там забил. Первую половину сыграли хорошо, а во вторую так чуть-чуть не разобрались за щит, и за счет этого химик взял и рвок, и переломил ход встречи. Настраивались на победы? Всегда настраиваемся. Очень серьезная поддержка у вашей команды, и атмосфера, конечно, сегодня была замечательная. Вопросы к игроку? Благодарим за игру, спасибо, и слушаем оценку у нас там. Начали игру неуверенно, тяжело начинали, потом смогли перестроиться, показывали хорошую игру. Вдруг, когда Смит начал забивать, какой-то отрезок, не выполняли установку, то есть задача была в спину везде с ним идти и не давать бросать. К сожалению, теряли его, он разыгрался, забил свои мячи легкие. Но, тем не менее, опять же, за счет командной игры мы смогли повести в счете и вышли на большой перерыв с небольшим преимуществом 8 очков. Начало третьей четверти оказалось провальным, кроме того, чтобы защиты не получалось у нас, теряли игроков. Нападение тоже стало, и отсутствие подбора на чужом щите не позволило нам выполнить повторные атаки, добить эти мячи. Как бы в этом и кроется суть поражения, что провальная третья четверть. В конце игры, когда две минуты оставалось, я выпустил пятерку более легкую там. С Костя Никеенко задачи сдаваться не было. Хотели наоборот попробовать попрессинговать, нажить какие-то очки. Но, опять же, не настолько агрессивный оказался прессинг у нас, чтобы нажить. Наоборот, немножко провалились даже. Спасибо. Вопросы? Благодарим вас. Спасибо. Мы сейчас вам слушаем. Слушаем вашу оценку. Сложная была игра. Что было наиболее тяжелым, почему Николаев сумел подобрать какие-то ключи к нашей игре и выйти вперед к большому перерыву? И за счет чего удалось понимать? В первую очередь хочу поздравить нашу команду, нашу голос с победой, с непростой победой. Во второй половине мы смогли только переломить как-то ход поединка. В первой половине я считаю, что проблема была в том, что мы проиграли подбор нападений. Много раз у нас его сняли и со второго шанса были добыты у них очки. И также наши организации образков, я имею в виду двухочковые, из-под кольца, средняя дистанция была тоже плохая. Во второй половине мы начали более как-то агрессивнее и на наших правилах стоять и защищаться. И после хорошей защиты, удачной, мы смогли убежать, забить какие-то легкие очки, трехочковые в транзиции. И получился такой мини-рывок, и уже потом команда начала. И играть уже на, так сказать, куражем, на чувстве. Показывать свой баскетбол и свой уровень. Спасибо. Вопросы к игроку? Спасибо большое. У нас еще информация для тренера. Добрый вечер. Добрый вечер. Плюс два за нас, да? И опять я говорю, что игра складывается всегда 40 минут. Не можешь ты играть в баскетбол одну четверть или там 20 минут. Пытаешься дам, пытаешься запустить ребят. И в тот момент, когда мы лидировали, по-моему, пять или шесть очков, когда было три, если не ошибаюсь, быстрых прорыва, когда мы должны были просто забивать легкие очки и, опять же, уходить в больший плюс, то мы заканчиваем эту четвертью плюс два очка. Возможность почувствовать где-то игру Николаеву. Николаев, опять же, команда, которая, скажем так, тоже непростая, которая в этом году очень хорошо начала сезон, обыграла Одессу на выезде, дома Черкассы. Тоже ребята готовятся. Поэтому вторая четверть была, конечно, ужасная. Такого исполнения мы не можем играть. И 42 очка за половину – это слишком много. И если мы посмотрим вторую половину, то отдельный счет, если возьмем, то это 50-27, разница 23 очка. То есть это то, что мы должны были сделать в самом начале. И если бы мы это сделали в самом начале, мы, может быть, и закончили бы этих же плюс 15. И что меня, опять же, не радует, то, что мы бы закончили эти плюс 15, но сыграли бы другие игроки, там, те же молодые ребята, чуть больше. Потому что было бы в третьей четверти, например, разница, не мы бы догоняли и там набирали какой-то ход, а была бы разница чуть больше, и можно было бы дать ребятам отдохнуть, а так вынужден держать основных ребят. Плюс Вова Конев травмировал, плюс Саша Рябчук тоже там с небольшим повреждением после игры с кривым рогом. Тот же Александр Беликов, как бы, ну, у него там незначительно, но тем не менее, знаете, микротравмы, которые и вынужден, как бы, этих ребят немножко передерживать, потому что все прекрасно знаем, что нам нужно ехать сейчас в Киев. Расписание просто жесткое, потому что завтра, в любом случае, после двух игр нужно отдохнуть, либо какая-то тактическая тренировка, и ты во вторник уже выезжаешь на Киев. То есть времени, грубо говоря, готовиться, восстанавливаться очень сложно. То есть график очень-очень серьезный. Ну, все в равных условиях, тут никаких претензий, просто... Поэтому вторая половина была так, как она должна была быть изначально. Я поздравляю всех с, понятно, непростой победой. 4-0, начало, двигаемся дальше, никакой эйфории, никаких там празднований, ничего нет. Опять же говорю, подготовка, и идем дальше. Спасибо. Вопросы к тренингу. Да. Какой статус сейчас по Киеву? Ну, по Киеву сейчас, я думаю, что, ну, я думаю, наверное, дней 7. А уже после этого... Во-первых, завтра он еще пройдет дополнительное обследование. Вот. И после этого будет еще более четко известна ситуация с его глиностопом. Ну, я думаю, может, дней 7, может, 10. То есть это уже... Я думаю, что нет. Я думаю, что, к сожалению, с Вовой в Киеве там не получится сыграть. Еще один вопрос. По новичку последнему. 15 очков в целом за матч. Как оцениваете сегодня его игру вообще? Ну, знаете, очки. Я же говорю, что очки очкания всегда. Ну, посмотрите, сегодня Смит забил 30, да, Рябчук забил 0. Для меня Рябчук и Смит по этой игре это MVP. Потому что статистика показывает очки, подборы, все, но она не показывает какие-то действия в защите. Когда нужно было сломать, например, или закрыть какого-то лидера, или не дать почувствовать, то Саша эту работу сделал на 5 с плюсом. И сейчас понятно, что всем нравится красивая статистика, посмотреть цифры и все остальное. Поэтому, Али, ну что я могу сказать? Ну, 15 очков, окей. Но, опять же, я не хочу, чтобы была ситуация такая, что происходит на новой площадке, когда он не знает сет, это проблема. Он, понятно, что может это еще прогрессировать и должен прогрессировать, и будет прогрессировать. Но ситуация такая, что когда играем там 5 или 4, неважно, подсказывают ему ребята, и он не туда бежит там. Было пару моментов, которые мы видим, и получается там ломается спейсинг и все остальное. В целом, я доволен, что пока я 15 очков забил, окей, есть какие-то нюансы, которые немножко он не понимает, в том плане, что для меня важна команда, и я не хочу селфиш игроков, которые где-то что-то там не подделывают, бросают. Если посмотрим Смит, он бросил, и все подделал. Абсолютно. Открытый человек стоит, лучший шутер. Почему не бросать? Бросай, открытый бросай, если так позволяете играть, пожалуйста, человек будет бросать. И еще вопрос по Смиту тогда. Планируете ли вы снижать нагрузку на него в атаке, или планируете за счет чего, если планируете? В атаке? Да. Ну, в каком смысле в атаке? Ну, в принципе, то есть очень много бросков именно на него приходится, а может быть, на весь сезон ему не хватит. Нет, во-первых, я и говорил изначально, что я не хочу, чтобы кто-то играл там 30 минут и больше, то есть на вторую игру он переигрывает, а опять же переигрывает, почему? Потому что, если мы вспомним, я об этом сказал ребятам в раздевалке, если мы вспомним, как вошел в игру Илья Сидоров, да, который вошел, и не совсем удачно, и мне, естественно, нужно его передернуть, да, потому что результат падает, и мне нужно, естественно, запустить джеми. Естественно, мне здесь очень важен Илья, который должен отыграть не 12 минут, а который должен сыграть 16 или 18, или как в Запорожье он сыграл 28. Понимаете? То есть, и плюс задача такая, что надо воспитать игрока, надо воспитать хорошего первого номера, у него есть все задатки, но если он выходит и команда падает, и у него даже сейчас при второй половине у него все равно плюс-минус-минус один. Понимаете? И получается, ты вынужден держать, естественно, больше времени того же Смита. А что касается бросков, я еще раз повторю, если у человека идет игра, и люди с ними справляются, и плюс некоторые комбинации заточены так, что из двух-трех пик-н-роллов с него должна идти помощь, он остается сам, почему не бросать, если человек забивает 10-6 трехочковым, а пусть бросает. Если он открыт, если он шутер. По селекции его бросков из этих 18-ти может быть два броска, которыми я не согласен, о которых мы будем разбирать на видео. Из 18-ти два. Может быть, я не согласен с селекцией, и он понимает на тематах, да, я тренер тут немножко поторопился. Но опять же, когда он входит в эту эйфорию, когда у него идет, то тяжело остановить. Вопросы к тренеру закончились? Это пожелание хорошей игры на выезде, мобилизоваться команде и показать то, что химик имеет. Да.